Всем привет, ребятушки! Вы на канале Фёдора Мемберы. Ребята, тут вот мои мальчишки-братики катаются на квадрике и на пидбайке. А я вот не знаю, проверяют они его или нет. Перед поездкой они их подкручивают. Решил сам проверить. Взял отвертку, буду проверять. Первым делом проверю квадрик. Сначала решил проверить ручку газа. Подкручу. Ещё проверю ручку тормоза. Тоже подкручу. Так, хорошо ли прикручены колёса, надо проверить. Так, отлично. Следующее колесо, хорошо ли прикручено? Вроде хорошо. Молодцы, братья, хорошо обслуживают свою технику. Так, третье колесо проверю. Тоже хорошо прикручено. И последнее. Так, отлично. Всё хорошо прикручено. Так, немножко отрегулирую здесь. Да, тут вот. Так, отлично. Квадрик я проверю. Подгоняйте мне пидбайк. Сейчас ещё пидбайк проверю. Подгоняйте, подгоняйте. Я мастер тот ещё, да. Отлично. Спасибо, Ярик. Так, отлично. Сейчас ещё пидбайк проверю, подкручу. Так, хорошо ли здесь прикручено. Проверяем. Отлично. Всё закручено. Так, здесь всё закручено. Отлично. И здесь всё закручено. Так, что с колесом? С колесом. Вроде всё тоже неплохо. Так, тут бензобак проверю. Всё вроде тут подкручено. Молодцы, братья Кикус. Ставьте лайкосики. Здесь вроде всё подкручено. Чё это я взялся проверять? Всё, это отлично. Отлично. И тут всё подкручу. Кнопочка, чтоб не залипала. Ага, хорошо. Вот я отлично обслужил всю технику мальчишек. Чтоб они без меня делали. Не буду я кататься на этих больших мотоциклах и квадриках. Я буду на своих маленьких. Но зато я ихнюю технику обслужил и проверил. Да, вот такой вот я мастер, молодец. Всем привет, ребятушки. Вы на канале Фёдора Мемберы. Как ваши дела? А у меня, знаете, как классно. Сейчас я вас ознакомлю с моими подарками на день рождения. Ну, самокат вы уже видели? Сейчас я на самокате подкачу к чему-нибудь более интересному. Опачки. Смотрите, какой мотоцикл мне подарила жена. Видали? Вы же знаете, что у меня есть жена. Ага, ссылочку на видео оставлю в описании. Познакомитесь с моей женой, кто не знает. Я о таком даже мечтать не мог. Вот это жена мне попалась. Какая умная девочка. Такой мотоцикл подарить. Обалденный. Как вам, ребятушки, нравится? Смотрите, сколько на нем разных кнопочек. Смотрите, какой красивенький, блестящий. Ой, обалденный просто. Вот так вот нажимаешь и едешь, едешь. Ветер в лицо. Ой, обалдеть просто. Мечта. Вот так вот буду ехать, представляете? Вот так. Ой, прям уже скоро как поеду. А сиденье какое удобное. Можно и задом наперед присесть. И так удобно, и так удобно. Вообще по-разному удобно. Теперь по правильному сяду. Как я вам, ребята, на этом мотоцике. Вообще крутой. Ой, ноги сюда можно даже закинуть. Обалдеть. И зеркало, посмотрите, какое. Вообще заднего вида, чтобы все я видел. Обалдеть. А фары-то какие. Ой, я прям не могу нарадоваться. Вот это подарок. Подарище целое. Спасибо, любимой жене. Ей, привет. Привет, привет, привет. А еще мне знаете, какой подарок подарили, братья? Вот этот квадроцикл. Смотрите, какой красненький, хорошенький. Но я его немножко боюсь. Я, наверное, еще просто маленький. Куда ж два года-то такой квадроцикл большой. Пойду-ка я на мотоцикл лучше. А на самокате вообще не захочется ездить с таким-то мотоциклом. Вот я крутой. И самокат, и мотоцикл, и квадроцикл. И лендж-ровер вообще крутой пацан. А этот красненький мне тоже нравится. Квадрик. Очень мне нравится. Как же ж хорошо, когда день рождения. Подарят игрушек целую кучу. Ну, точнее, не игрушек. Это не игрушки, я бы сказал. Это прям транспорт, техника. Да. Надо приготовиться в поездку-то. Протереть мотоцикл. А то я тут немножко гонял по дачам. По песку запылился. Так, протру его, протру. Я ж хозяйственный парень. Сиденья протру, спинку протру. Так, зеркала протру, ручки протру. Чтобы блестел, чтобы все упали. Какой я крутой. Вот так протру. Ой, зацепилась. Ай, да мотоцикл. Мечта любого мужчины моего возраста. Спидометр протру, чтобы лучше видно было. Чтобы скорость не превышать. Ведь скорость-то нельзя превышать. Аккуратно надо ездить. Фары протру, чтобы лучше светили. Ай, да я хозяйственный парень. Ай, да хозяйственный. Вот так, вот так, вот так. Надо подготовить мотоцикл к поездке по городу, да. А то что я тут на дачу гонял? Сейчас поеду в город. На красивом блестящем мотоцикле. Надо имя ему дать. Как бы мне его назвать? Вихрь. Назову его Вихрь. Так, тут крышку бензобака надо протереть. Хорошенько так протереть. О, видите, как блестит крышечка-то. Так, пойду еще колесики протру. Колесики протру. Натру их, чтобы блестели. Да, педаль протру. Ай, да Федор Сергеевич. Ай, да молодец. Надо ухаживать за своим транспортом. Так, а номер поменять надо. Здесь какой-то номер не тот. Надо написать Федор. Так, вот я сниму этот неправильный. Попрошу папу, чтобы он мне купил номер с моим именем. Ой, отлично. Даже сидеть лучше на чистом-то мотоцикле. Вот так, сто процентов чистый будет ездить еще быстрее, чем запыленный. Ой, отлично. А музыка-то какая музыка в этом мотоцикле. Я прямо аж балдею. Короче, наверное, я буду тут в нем жить. Никуда не пойду спать. Буду спать в этом мотоцикле. И кушать в этом мотоцикле. И все я буду делать в этом мотоцикле. А потом, когда уже осмелею и сяду на квадрик, то буду один день на квадрике жить, а один день на мотоцикле. А один день, может, даже в машинке. Ох, и музыка мне нравится. Ой, какой у пацанов классный квадрик. Здоровский, такой зелененький. А у меня красненький. Красненький. Красненький, да. Пока они тут свой собирают, пойду-ка я со своим разберусь. Проверю его перед поездкой. А то я его что-то не смотрел, не проверял. Как подарили, так и поставил. Надо пойти его проверить. Подкрутить что надо. Пойду. Проверю. Перед первой поездкой надо обязательно его подкрутить, чтобы не рисковать. Первым делом проверю, хорошо ли прикручены ручки. Так, теперь проверю, хорошо ли прикручено сиденье. Надо еще проверить багажник. Так, багажник обязательно должен быть хорошо прикручен. На нем же продукты возить буду. Или подружку. Так, хорошо ли капот прикручен. Отлично. Хорошо, собрали. Вы знаете, на заводе неплохо, конечно. Молодцы. Так, ручку газа надо отрегулировать. Так, отверточкой. Отлично. Спидометр подкручу. Угу, спидометр тоже важная штука. Зеркала проверю. Отрегулирую. Надо обязательно отрегулировать зеркала заднего вида. Это и это. Угу. Отлично. Получается. Так, багажник, багажник. Подкручу, подстучу. Обязательно с багажником разберусь. Колеса надо отрегулировать обязательно. Так, хорошая резина тут у него хорошая. И в этом хорошая. Надо развал схождения проверить обязательно. Отлично. Отличный мой квадроцикл. Такого хорошего качества, ребята, всем рекомендую. Очень хорошего качества мой квадрик. Так, подножку еще надо подкрутить, чтобы ножка-то моя стояла удобненько опиралась. Отлично. А диски-то диски хорошо прикручены. Тоже надо проверить. Так, отлично. Диски хорошо прикручены. Что же еще я забыл проверить. Так, фонари отрегулирую. И задний тормоз фонарик. Ага, чтобы все видели, что Федор останавливается. Отлично, отлично. Все отлично работает. Вот это ж надо. Какой у меня хороший квадрик. С фарами все в порядке. С колесами все в порядке. С рулем и зеркалами все в порядке. С сиденьем, баком и подножками все в порядке. С багажником все в порядке. Так, с глушителем все в порядке. Резина отличная. Все хорошо. Ну что, обслужил так обслужил. Можно уже и не бояться на нем кататься. Ну что, ребята, попробуем оседлать моего красненького коня. Ох и красивый квадрик обалденный. Вот это подарок мне, братики, подарили так подарили. Всем привет, ребятушки. Вы на канале Федором и Эмбером. Ребята, папа с братиками уехали кататься на пидбайке и на квадрике. А меня не взяли. Вот сижу здесь грустный, обиженный. И жду их, когда приедут. Скучно мне. Поехали по какому-то бездорожью кататься, а меня не взяли. Сказали, что мой мотоцикл там не проедет. Жду. Ну и где же они? Сколько можно ждать их, ребята? О, папа пришел. Пидбайка? Привет, Федор Сергеевич. Чего сидишь тут? Привет, папа. А что это ты мотоцикл сюда припес? Да вот хотели покататься по бездорожью. А у Ярика чего-то перестал заводиться пидбайк. Что-то сломалось. Вот надо проверять. Ой, папа, я тебе стульчик принесу. Тебе на нем будет удобнее гораздо сидеть. Спасибо, Федор Сергеевич. На стульчике правда будет удобнее. На здоровье, папа. А я на своем самокате тут немножко погоняю по коридору. Ты лучше мне ключи принеси. И будешь помогать демонтировать, хорошо? Да. Неси ключики. Так. Ключи? Хорошо, с удовольствием принесу сейчас. Вот тебе, папа, тряпочка, чтобы руки вытирать и не замазать коридор. Вот тебе, папа, отвертка. Вот тебе еще специальные штучки для отвертки. И вот, папа, я тебе целый еще чемоданчик инструментов принес. Смотри, какой большой. Спасибо, Федор, подготовился. Знаешь, где что лежит? Я старался, папа. Вот сколько, видишь, всего здорово. Ну что, приступим к ремонту тогда. Ой, папа, что тебе подавать, говори? Я буду тебе все подавать. Я тот еще мастер, уже не первый раз ремонтирую технику. Что тебе подавать? Дай мне трещоточку маленькую. Маленькую трещоточку. На, папочка. Спасибо. Переходник к трещотке давай. Переходник к трещотке. Вот этот же, правда, папа? Сейчас я его достану. Пожалуйста, папа, этот? Да, спасибо, этот. Пожалуйста, что еще, папа, тебе подать? Шестигранничек четверочку. Шестигранничек четверочку беру. Держи, папа. Спасибо, молодец. Стараюсь, папа, пожалуйста. Папа, а что мы сейчас будем делать с помощью этих инструментов? Мы сейчас открутим крышку и посмотрим состояние того, что там под крышкой. Хорошо, пап, давай. Ух ты, папа, какой ты молодец. Настоящий мастер. Я весь в тебя, наверное. Вот, Федор Сергеевич, это стартер. Тяни правее. Работает? Все. Ну, походу, папа работает, если шнурок назад возвращается. Работает. И все работает. Работает? Не работает? Работает? Не работает? Ну, значит, дело не в этом. Ищем дальше. Да, стартер работает. Видишь, как шнурок ходит? Все хорошо здесь, папа. Давай, смотри дальше. Если что-то надо, помочь, говори. А подай, пожалуйста, мне большую трещотку теперь. Надо свечу выкрутить. Большая трещотка. Держи, папа. Спасибо. А теперь свечную головку на 19. Такую, папа? Нет, это другая штука. Переходник под разные углы. Так, беру вот это, папа. Да, Федор, это спасибо большое. Отлично. На здоровье пользуйся. Сейчас мы выкрутим свечу и проверим, есть ли искра. Ого. Хорошо, папа, выкручивай, будем проверять. А вы, ребята, ставьте лайки, мне молодцу, какой я молодец. Ставьте лайки. Папа, вот это тебе не надо, тут какая-то штучка? Нет, спасибо, еще не надо. Ну что, папа, есть ли искра? Сейчас проверим. Папа, а если мы отремонтируем пидбайт, можно ли я погоняю на нем? Боюсь, мама не разрешит. Папа, а Ярик сильно расстроился, когда его пидбайт сломался. Ну да, он ведь все-таки хотел погонять, а тут без техники остался. А если я Ярику свой мотоцикл дам помогаться, он будет счастлив, папа, как ты думаешь? Он будет и счастлив, и благодарен тебе за это, но только за то, что ты не жадный. Для него-то он уже маленький. А он такой красивый мой мотоцикл, сильненький. Может попробуем ему подарить мой мотоцикл, а этот я себе оставлю? Хитренький ты, Федор Сергеевич, все-таки. Хитренький? А я думал, я добренький, а дам ему свой рабочий, а его не рабочий себе оставлю. Ну ладно, нет, так нет. Ну что, пап, есть искра? Пока не видно. Ну и где же эта искра? Почему ее не видно? Искра, а ну-ка давай показывайся, надо брату отремонтировать пидбайт. Давай искра, влазь. Если бы, Федор, все так по приказу ремонтировалось бы, то и чинить все было бы гораздо легче. Ну да, наверное, папа, ты прав. Было бы круто, если бы я мог приказывать ему ремонтироваться. Я бы был главный мастер. Что, опять, папа, нету искры? Еще не появилось. Может, надо сходить в магазин и купить искру? Пап, я могу сбегать за искрой? В магазине сама искра не продается. А вот детали, которые ее делают, эту искру, в магазине можно купить. Но надо убедиться, что тут не работает. Как же у вас, у взрослых, все сложно. Вот я понимаю, мой мотоцикл не работает, значит, сунул в розетку, он зарядился и снова едет. Вообще легкотня. Те же дела с машинкой и с квадиком. Все через розетку ремонтируется. Посмотри, пап, может, ты найдешь что-нибудь интересное, какую-то деталь в моем мотоцикле и поставишь это яйку? Да, было бы очень удобно, если бы вставить его в розетку, и он бы завелся после этого. Ай, ты мой хороший мотоцикл, как хорошо, что ты не ломаешься. Ладно, ребята, всем пока-пока. Вы были на канале Федором и Эмбером, я пойду папе помогать. Как я ремонтирую, вам покажу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики, нажимайте на колокольчик и инстаграм не забывайте. Всех люблю, всем пока-пока. Пока, мои любимые.